Привет, дорогие подписчики и зрители канала! Меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Ascension. Это замечательный инди-хоррор, который, несмотря на то, что сделан довольно простенько, берет своим сюжетом и своей атмосферой. Мы спасаем свою дочь, мы находимся в этом непонятном подземном бункере, но, тем не менее, наш герой в нем работает, работал. Потому что произошло что-то страшное. Сначала было какое-то землетрясение, выключился свет, появились страшные монстры. Итак, мы вернулись на тот этаж, на котором была наша дочь, но тут одни страшные твари. И сейчас я хочу попробовать убить одну из них, которая ходит справа, потому что мне не дает покоя. Я хочу посмотреть. Так, он за дверью. Вполне возможно, сейчас-то мы и погибнем. Но, тем не менее... Давай, тварь. Дохни! Дохни! А-а-а! Да получай, тварь, почему я не могу тебя бить? Я выдохся. На, скотина. Ну да. А их, похоже, нельзя убить. Это была большая-большая ошибка. Фу, так. Ладно. Хорошо. Попробовали, по крайней мере. Короче говоря... Так, мы восполнили здоровье, у нас так много аптечек было. Короче говоря, нельзя их трогать. Ладно, нам нужно двигаться туда, но я помню, что там вот, где этот монстр, там, в принципе, тупик. Как вы помните, по первой серии мы там поднимались на лифте оттуда, там был Майлс, охранник. Кстати говоря, это вполне возможно, именно он уходит. Ну, давайте попробуем прокрасываться. Прокрасывай, у них очень легко. Ой. Японам, мать. Больно не бегать, лучше, конечно. А то услышит. О, нет. Виола, я иду. Ты в порядке? Виола, ты в порядке? Папа идет. Блин, быстрее пропадай на надписи, он придет сейчас. Смотрите, тут кровь натекла. Хорошо, я понял, что с этими тварями их можно остановить и глушить, но их не убить, похоже. Хотя, если долго бить, возможно, и нет. Так, мы, похоже, пойдем еще ниже. Давайте посмотрим, что же он нашел-то, я вообще не понял, сандалии, что ли? Или платок, возможно. Так, хорошо, что у нас на этом этаже прачечная комната. Но нам туда не особо нужно. Хотя, по сути, нам нужно сейчас любую комнату, нам нужно искать нашу дочь. Ничего не открывается, ничего не поддается. Опять же, две двери. Cold storage, это холодильник, что ли? Замечательно. Налево медицинский склад, химические компоненты и лифты. Хорошо. Так, ладно, сюда мы сходим. А что у нас дальше? Мне любопытно. Так, новая батарейка. А, ну в эту сторону нам нельзя идти, понятно. У нас единственный путь. Фонарик я буду по большей части экономить, я думаю. Так, да, холодильная камера огромная. Кстати говоря, здесь я ничего... Много мяса хранили. Хотя, если это по-настоящему... Тихо. Уходим. Если это и правда бункер, то... Ой, твою мать, ладно, я понял. Простите. Ой, блин, я их боюсь просто. Так, ну... Одновременно достоинство и недостаток этой игры, то, что враги не умеют открывать двери. И... Ты просто все сбрасываешь. Так, ну ладно, надо прокраситься мимо него. Я не думаю, что это будет дико сложно. Я бы взял его в руки. Топорик. Но... Ой, твою мать. Ой, 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 понял, понял. Ну, если он тебя заметил, то уже все. Я не успел прочитать, и я не буду читать в таких условиях. Как я это прочитаю, это все? Это же обалдеть. Но вы, я думаю, на паузе успели прочитать. Если вы, конечно, знаете английский язык. Как же мимо тебя пройти-то, скотина? Ой, тихо. Игра просто до боли напоминает пенумбру. Я не знаю, чем. Какая-то вот такая вот... Тихо. Фу, вроде прошли, да? Так, контроль температуры. А там лежала аптечка. Ну, давайте заглянем сюда. Даже светить неохота. Ну, вроде тихо. Так, и что это должно быть такое? Направо медицинский склад. И восточная лестница. Налево. Налево химические компоненты. И лифты. Так, холуэй. Главное не заблудиться. Здесь у нас что? Интересно, где это я оказался? Тихо, что ж ты делаешь-то? Вот еще батарейки. Так, ну хорошо. Давайте сходим направо, что ли, попробуем. Если что, у нас есть куда отступить. Здесь, смотрите, кто-то царапал, похоже, этот рефрижератор. Ладно, не важно. Тут, похоже, больше ничего нет. По крайней мере, я не вижу. Среди прочего, играющего, вот я сейчас подумал, очень сильно напоминает Black Snow, который мы недавно играли. Согласитесь, что-то такое есть. Так, холуэй. Фонарик выключаем пока. Изморозь на стенах. Еще толчок. И что? Виола. Пожалуйста, будь в безопасности. Слева ходит. Довольно близко причем. Так, давайте тогда пойдем направо. Дверь не откроется. Ну, это ожидаемо. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Я не буду читать эти указатели. Так, лифты. Ни один не работает. Указатели читать я тоже не хочу. Сейчас как-нибудь и так разберемся. Так, мы попадаем в холуэй. Были, нет вообще. Подожди. Мы что-то были. Или нет. Или это похоже просто место? Похоже, похоже. Оказалось, что можно прочитать. Замороженная пища. Отлично. Надо было все-таки там позади взять эту аптечку. Да ладно. Успеется. Жуткое место. Офигеть просто. Хорошо. Куда-то мы двигаемся. Это отлично. О, плохое место. Маленькое бы понимание вообще. Что мы тут делаем? Что происходит? Справа явно не самые приятные соседи. И что самое печальное, здесь негде прятаться. Как видите, тут все освещено. Так что, если что, нам придется ломиться в дверь обратно, что ли. Тихо, тихо, тихо. Карточка. Тихо, тихо. Ломится, да? Ладно, не важно. Ой, твою мать. Как я тут оказался-то? Бежи, мать, за мной. Ой, это что за хрень там гонится такая? Епода, мать. Какого черта это было? Господи. Мне нужно вернуться назад. Мне нужно вернуться назад. Это было что-то вообще просто. У меня нет слов. Но это было ожидаемо, что она побежит за нами, верно? Поэтому нормально. Я просто хочу сохраниться, найти туалет. Интересно вообще, как он сохраняется в туалете. Так. Я даже забыл, где этот был. А, понятно. Где у нас была комната, в которой... А, вот смотри. Сюда пригодится ключ-карта. Тихо, кто идет? Отлично. Не успел дать, кто бы он там ни был. Но здесь не лучше. Здесь тоже кто-то есть. Поэтому фонарики я не включаю. Вся игра похожа... Или подожди. Не, нормально. Я хотел... Посмотреть ему в спину. Просто я могу посвятить на него, когда он уходит. И шаги удаляются. Тихо. Не видит? Япона, мать. Тихо, тихо, тихо. Ну, эти простые. Так, холлвей. Единственная дверь. Понятно. Ёлки, палки. Напополам. Это же эта помощница, которая присмотреть хотела за Виолой. Ее порвали просто. О, господи. Эмилия. Нет, нет, нет. Пожалуйста. Хватит. Эмилия. Только не ты. Не снова. Бедолага. Да, попали мы. Так, еще одна аптечка. Отлично. Давайте сохранимся. Какого черта происходит? Что же мне делать? Что же нам делать? Мы увидим в следующей серии. Серии, как видите, коротенькие. Но я вас предупреждал, так что без претензий. Я просто не успеваю записывать в достаточном объеме столько много игр. Но, тем не менее, вот эту игру хотелось посмотреть. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей небольшой серии этой игры. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. С вами был Артур. С вами был Артур.